Приветствую вас. Долго думал, какое вам видео сделать. Ну нету никаких сенсационных новостей. Наверное, это хорошо. Ну, понимаете, сенсация же две крайности. Или что-то хорошее, или что-то плохое. А тут нет. Все спокойно. Ну, имеется в виду, с точки зрения сенсации. Ну, конечно, можно что-то найти. Я нашел две новости. Первая. Кетматцев, повторяю мою цитату. В каком смысле? Вы помните, я очень часто говорю, что в экономике Украины 50% работает в тени. Он цитату повторил. Ну, конечно, не в таком ракурсе, как я сказал, что экономику Украины вытянет тень. Но, в общем-то, сильно не ругал. Ну, действительно, во время войны главная ставка на тени, ребята. Можно праздновать, носиться. Да, то, что там они снизили налоги, молодцы. Это все хорошо. Мы все понимаем, что тут не до бюджета. Бюджет порвали в щен. Поймите правильно. Даже то обстоятельство, что предлагают за счет делих ООН, за счет денег ООН выплачивает. Там пособие, ну, слава Богу, будет платить, получится. Ребята, поймите, война есть война. Она убивает экономику. Ну, не только в Украине, а в всех странах мира. А страна, которая воюет, мы воюем, убивает очень сильно. Так что, да, вся надежда на тень. Вторая новость. Ну, вы, наверное, обратили внимание, банки начали продавать доллары. По-разному, по-разному. Ну, я не скажу, что все банки обошел. Я, конечно, посмотрел. Да, не, покупают 29.25 по официальному курсу, продают. Ну, смотрите. Я видел, я не покупал приватбанки, сразу говорю. Но видел 29.50. Может быть. Во всяком случае, с моей точки зрения, валюта должна быть. Да, в некоторых банках, я видел, на продажу стоит 32. Тоже видел. Но смотрите, какая ситуация. Сейчас, конечно, люди больше сдают доллары. Ажиотажа нет, доллары не скупают. Плюс, почему сдают, тратят заначки. Да, такое есть. Так что, даже вот я так думаю, что сейчас ожидать, что народ ломится купить доллары, не поверю. Скорее всего, продавать так и будет. Хотя, обращаю ваше внимание, может быть, такой у нас, вы пришли в банк, говорите, я хочу купить. Кассия говорит, нет, пока не продадут, мы вам не продадим. Есть там требование, требование НБУ, что продают только то, что вы купили. Так что, да, действительно, в каких-то отделениях банк или в каких-то обменниках может не быть долларов. А каких-то может, ой, было бы только ваше желание. Обращаю ваше внимание, чтобы купить доллары, надо иметь сначала гривну.